Театр Коши Куклачёвых – это единственное место на планете, где животные – не просто кошки и собаки, а настоящие артисты. Открывается волшебный занавес, и пушистые солисты с радостью дарят зрителям праздник. Так случилось и 3 марта на главной сцене Центрального Дворца Культуры. С представлением под названием «Доброкотики» к нам приехала дочь Юрия Куклачёва – Екатерина, которая провела самый необычный игровой урок для детей из серии учебников авторской программы «Отца. Школа доброты». С самого рождения Катю окружала пушистая банда, ведь первые усатые артисты джили в семье. Куклачёвы не только дрессируют кошек, но и очень любят и заботятся о них. В самом театре более 200 полосатых и хвостатых, а вот в Фурманов приехал не весь пушистый состав. Собачка вот она, собачка Зара, Заронечка. Вот моя красавица. Да, очень всех любит и обожает. Котиков 12 приехала сегодня. У каждого свои какие-то таланты есть, каждый показывает разные трюки, то, что умеет, то, что ему нравится делать. Ну, они все разные, да, все как бы, ну, есть породистые, есть перемешанные, но главное это то, что они талантливые, что они не боятся сцены, выступают с удовольствием. Иногда даже идут в зал знакомиться со зрителями, да, тоже у них бывает такое настроение. Екатерина – главный художник театра. Она делает невероятные песочные шоу, где нарисованные кошки оживают прямо на глазах. Кроме этого, на представлении ребята и взрослые открыли секреты воспитания кошек, как жонглировать, увидели театр теней, узнали, где живет волшебник, который исполняет все мечты, что такое пантомима. Также дети поиграли и задумались о своей будущей профессии, насладились удивительными выступлениями кошек и балетом. У каждого питомца театра есть своя история. Здесь они появляются совершенно случайно, с улицы подкинули или просто отдали. У всех разный характер, к которому необходим правильный подход, особенная любовь и забота. Театр кошек Юрия Куклачева уже более 20 лет является прежде всего школой доброты. Она помогает детям вырасти хорошими людьми, относящимися по-человечески, как к кошке, так и к каждому живому существу на планете, даже самому маленькому и слабому. А для взрослых театр Куклачева – источник оптимизма, жизненных сил и возможность вновь икунуться в детство. Упустить редкую возможность почувствовать атмосферу тепла и доброты, зарядиться позитивом от талантливых полосатых артистов и их потрясающего руководителя Екатерины оказалось бы преступлением. Мы выступали вчера тоже в небольшом городе. Большой восторг, то есть все ожидают какого-то скромного представления, а у нас большой красочный спектакль, интересный, мысль про доброту, про отзывчивость, то есть очень тоже такая, она находит отклик в сердцах людей, то есть люди, как правило, все благодарны в конце, глаза горят, столько счастья, такой заряд положительной энергии, то есть это есть, и мне очень нравится, когда я это вижу, то есть я выхожу в конце общаться со зрителями, да, я вижу их благодарность, это приятно. В театре Куклачева отсутствует слово «дрессировка». Кошка – животное гордое и независимое, заставить ее невозможно. Это место – настоящая территория любви и доброты. Только в такой атмосфере с усатой бандой можно создавать необыкновенные номера. Во время выступления со сцены в зрительный зал шла энергия нежности и красоты. По секрету Екатерина рассказала нам, что репетиции с кошками проходят часто по ночам, потому что они – маленькие хищники и в темное время более активные. Артисты всегда придерживаются мнения, что четвероногий друг – это режиссер, продюсер и начальник. Против Оли не пойдешь. Я часто вижу кошатников в зале. То есть приходят те, кто любит кошек. И на самом деле, мне кажется, многие приходят посмотреть, а точно ли вот Куклачевы, да, вот династия Куклачевых, точно ли все любят кошек? И в конце, когда я слышу благодарность и понимаю, что вот они на свой внутренний вопрос, каждый зритель получил ответ. Они увидели, они сами своими глазами поняли, что с кошками по-доброму, кошки сами добрые, многие говорят, они у вас перекормленные, какие-то слишком толстенькие. Говорят, ну как, мы их любим, обожаем, так же, как и вы, своих домашних питомцев, в принципе, да, то есть у нас весь коллектив с отзывчивым сердцем, то есть действительно очень хорошие люди подобрались, мы с удовольствием работаем, кайфуем на сцене, да, радуем зрителей, сами радуемся. Поэтому это видно, это можно проверить, увидеть, прийти, посмотреть и получить свою порцию позитива. Дрессировать кошку невозможно, но она прекрасно чувствует любовь, внимание и ласку. Для полосатого друга выступление – это игра, которая приносит радость, а театр – жизнь, отмечают артисты московского кошачьего замка. Виктория Семенова, Александр Кириллов, Виталий Узгринько, Стильканал Фурманов ТВ.